Друзья, приветствую! Вторая часть образцов переданы Александром из Питера. Первая была Castrol Magnatec, сейчас это Mitsubishi Diacuin Diesel DL1 530. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации, ну и конечно две баночки свежие и отработка. Так, сейчас создам эталон и потом проверю отработку. Допуск DL1 других допусков я не нашел. Сейчас обновлю спектрограмму. Значит, на ранее созданные баллонки посмотрим, какие значения прибор намеряет. Так, видно эстеровый пик между самыми высокими вообще пиками. Так, сейчас увеличу. Примерно 0,15-0,14. Я бы оценил это в 3% эстеров. Такой хороший уровень. Далее, это однозначно уже повлияет на показатели, на замеры. Так, смотрите, противоизносных присадок 99% намерил прибор. От болванки созданной на Castrol 0,30. Так, выставляю это как 100%. Гликоль выставляю в нули, сажу. И посмотрите, что намерил прибор. 1,88 кислотное и 4,3 щелочное. Но учитывая такой уровень эстеров, естественно, кислотное завышено, а щелочное занижено. Так, пики совпадают с карбоновыми кислотами и поэтому, значит, вот такая ситуация. Прибор путается. Сам производитель заявляет 5,89 щелочное, а кислотное тоже я понижу чуть-чуть. Но учитывая такой уровень эстеров, там 1,7. Значит, оставлю. Так, все сохраняю. Эталон создан. Давайте приступим к проверке отработки. Это Pajero Sport 3, 2018 года, 2,4 турбодизель, 181 сила, пробег автомобиля 74 тысячи, пробег на масле 8 тысяч километров, при средней скорости примерно 27,5, от 25 до 30 написано в описании. Это составляет примерно 290 млч, 70% трассы и 30% города. Так, ну давайте посмотрим, что намерил прибор. 77% по противоизносной присадки, гликоли нет, по чуть-чуть нарастает нитрованин, ну нормально. 0,42% сажа, нормальный уровень, то есть, как бы топливное работает, в принципе, учитывая, что это практически 300 млч, хорошо работает, нарастает кислотное, значит, 3,02 и 4,1 щелочное опустилось. Ну, в общем-то, еще запас есть, ну, само по себе масло, такое достаточно слабенькое, с маленьким запасом. Так, по минималу сделано, чтобы необходимый минимум, мне кажется, выдерживало. Вот, так, здесь понятно, сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Закладываю свежая отработка. Ну да, видимо, такой подход, знаете, чтобы лишнего не накладывать туда минимально необходимое. Вот так бы можно охарактеризовать это масло, такое достаточно слабое, я бы так сказал. Но, тем не менее, для дизеля, я думаю, что неплохо себя проявит. Так, смотрите, есть небольшое разжижение, я оценил это в 22% от максимального, нормальный уровень, учитывая эксплуатацию, там, невысокую среднюю скорость 27,5. Вот, я взял среднюю между 25 и 30. Не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик, так вы поможете каналу и продвижению. Так, и, естественно, оценка ресурса. Посмотрите, значит, что было, что стало. Даже для такого слабого масла, в принципе, дизель очень лоялен к маслам, исправно работающий, значит, получилось, что больше 10 тысяч пробег и 387 моточасов запас по моющим нейтрализующим свойствам, по нейтрированию там больше 1000 моточасов, ну и, значит, вязкость тоже как бы вообще вопрос никаких нет. То есть масло достаточно хорошо отработало, видно, что это подход именно производителя такой, что минимально необходимое свои там 350 часов спокойно может отработать масло. По машине сказать нечего, мотор работает хорошо, учитывая условия эксплуатации. Сорок две сотых процента по саже невысокие проценты, я напомню, если кто не знает, значит, уровень предупреждения начинается от двух процентов, вот, а уровень тревоги от трех процентов сажи. Но тут тоже надо учитывать такой аспект, что надо следить в динамике, грубо говоря, потому что машина может потаскать там какой-то прицеп с каким-нибудь катером, там или еще где-то по горам поездить и уровень сажи нарастет, а потом останется на этом же уровень. То есть если за пробег сажа нарастает постепенно, то тут можно уже корректно, скажем так, говорить о, значит, работе топливной. Если просто это какой-то скачок был, там, например, горы, вот, то это, в общем-то, и не показатель. В описании к видео есть статья, там, кстати, это отражено. «Газпромнефть», когда проверяют дакаровские вот эти МАЗы, КАМАЗы, там как, как бы вот этот момент именно сакцентирован. Ну, вот такое масло. Лить не лить, решайте сами. Сейчас, наверное, оно дорогое. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!